Глава десятая. Осада озера Панивиль. Позже вечером того же дня Гарри едва ли не шокировал Твайлайт, когда та увидела, что он пишет, зажав перо путовым суставом. — Ну, писать-то я умею, но мои язык и губы уже совсем не имели держать карандаш, поэтому я решил попробовать писать копытом. — Объяснил красный золотой жеребенок и указал одним копытом на другое. — Вот. Копыто оно как кончик моего пальца, а это сустав на пальце, — пояснил Гарри, коснувшись путового сустава. Затем указал на следующую большую кость. — Ну, здесь должна быть моя ладонь, а это мое запястье. Он показал на сустав намного выше по передней ноге, затем улыбнулся и поднял ногу с зажатым пером. — Ну, это как держать ручку в ладони, а не пальцем. Конечно, у меня нет такого контроля, как раньше. Мне теперь приходится двигать все и ручки, чтобы писать, но это все равно намного проще, чем писать ртом. — Правда? Туайлайт подошла посмотреть, как жеребенок держит перо, и тут же с пола к ней полетели книги, и мгновение спустя они оба уже рассматривали рисунок, изображающий устройство передней ноги пони, сравнивая его с рисунком руки дракона. — Ой, ты прав, — взволнованно сказала она минуту спустя. — Тебе надо показать Чирилле то, как ты пишешь. Твой способ письма может оказаться новым и более удобным для всех пони. Гарри уставился на свое копыто. — Было бы еще проще. Будь у меня что-то, что я мог бы прикрепить к копыту, и в чем можно было бы удерживать перо. Тогда мне нужно будет двигать только копытом, а не всей ногой. Это сделало бы все намного проще и быстрее. Из кухни тут же прилетела окруженная фиолетовой магией ложка. Минуты позже, после пары заклинаний, деформации и сварки, жеребенок писал уже намного лучше, чем раньше. Почти так же хорошо, как в начальной школе в Литл Уингинге. Гарри радостно улыбнулся. Ему больше не придется оставаться после занятий, чтобы заново учиться писать. К сожалению, на следующий день Гарри обнаружил, что мисс Чирли не согласна с этим. Хоть она и позволила ему писать так, как он хочет, учительница продолжала настаивать на том, чтобы он все же научился писать ртом, на случай, если когда-нибудь, вдруг, повредит правую переднюю ногу. Сегодняшнее дневное занятие станет последним, но мисс Чирли сказала ему, что планирует периодически устраивать Гарри проверки и попросила передать Твайлайт просьбу, чтобы она дополнительно позанималась с ним по вечерам. К удивлению Гарри, когда он закончил свою дневную практику в ротописи, его уже ждали три знакомые кобылочки. — Мы тут подумали, что ты, возможно, захочешь присоединиться к нам в сегодняшнем меткоискательстве, — сказала Свити Белль. — Гэсь! — подтвердил Эппл Блум. — Мы почти закончились с нашей осадной машиной. — Меткоискатели, осадные инженеры! Ей! — крикнул Скуттолу. — Гарри уставился на трех же ребенок. — Ну ладно! — неуверенно протянул превращенный мальчик, не совсем понимая, к чему они вообще сказали про осадные машины. — Они что, решили поиграть в древнеримских солдат или что-то в этом роде? — Пошли! — сказала Скуттолу и, повернувшись, направилась к самокату с маленькой тележкой, привязанной позади него. Двое ее подруг поспешили за рыжий пегасенка и запрыгнули в тележку. Гарри же последовал за ними куда медленнее, осторожно делая шаг за шагом. Подойдя ближе, он с удивлением узнал немного необычный для него транспорт. Именно на этой штуке они трое привезли его в больницу. Не меньше Гарри был удивлен тем, что самокат, в общем-то, не так уж и отличался от своего земного аналога, разве что руль был не таким высоким, но и сам самокат был длиннее и шире, что было разумным. Учитывая, что кобылки, стоя на четырех ногах, сами были скорее длинными, чем высокими, и нуждались в дополнительном пространстве для ног. В тележку, которая едва-едва была способна вместить их в троих, Гарри забирался последним. Двое других пассажирок, похоже, совсем не обращали внимания на тесноту, поэтому и Гарри старался не обращать внимания на дискомфорт, а слишком тесного контакта с ними. И от отсутствия одежды тоже. Скутулу сильно оттолкнулась с задней правой ногой и принялась с невероятной скоростью махать крыльями. Гарри понял, что это и был тот странный жужжащий звук, который он услышал в свой первый день здесь. Удивительно, но этот способ двигать самокат оказался простым и притом довольно эффективным, намного лучше, чем необходимость время от времени отталкиваться ногой. А заодно, как он с тревогой обнаружил, это позволяло развить более высокую скорость. «Мы сейчас ко мне домой едем», — объяснил Эппл и Блум, когда они уже мчались по городу с безумной для столь крошечного транспорта скоростью. «Это там мы строим свой требюше!» Гарри крепко держался за борт тележки, которая постоянно подпрыгивала вверх-вниз, при этом мотыляясь то влево, то вправо, а иногда и вовсе неслась на двух колесах, даже если они ехали прямо. В какой-то момент он даже задумался о том, чтобы вцепиться в тележку зубами, чтобы точно из нее не вылететь на всей скорости, но побоялся, что может остаться без зубов, если им по пути попадется кочка или ямка побольше. Поездка стала еще ужаснее, когда они свернули с и без того не самой ровной грунтовой дороги и помчались по бездорожью прямо сквозь фруктовый сад фермы, лавируя между деревьями, при этом практически не снижая скорости. Спустя несколько полных ужаса минут они остановились возле того, что Гарри видел только в учебниках по истории, требуше, установленного на раму с колесами. Это была самая настоящая метательная машина, только в действие она приводилась к куче камней, а не скрученными ремнями, и на конце ее стрелы была проща. У машины была горизонтальная прямоугольная рама с вертикальными опорами, усиленными тремя наклонными балками каждая и стоявшими вдоль двух длинных сторон. Стойки были метра четыре в высоту, если не больше, и они держали на себе метательный рычаг, возвышавшийся над ними еще примерно настолько же. К нижнему плечу рычага, свисая чуть выше ложа трюбыше, была прикреплена огромная пустая бадья. С другого конца рычага висела веревка, посередине которой было что-то похожее на кусок ткани грубого плетения, а ее конец почти доставал до самого желоба, проходившего по центру между опор во всю длину прямоугольного основания. На борту механизма была вырезана надпись «Сделано меткоискательницами Скутулу, Свитибелли и Эпплблум». Гарри медленно обошел устройство, недоверчиво рассматривая его, затем повернулся к меткоискательницам, носившимся по краю тропинки, отделявшей участок сада от леса. Жеребенки были заняты. Они набивали тележку Скутулу камнями так быстро, насколько они, собственно, умудрялись их найти. «Где вы его взяли?» — выпалил мальчик в теле жеребенка. Скутулу подняла голову. «Давай лучше помоги нам наполнить бадью», — сказала она вместо ответа. Гарри подошел к ним, без особого энтузиазма поднял камень размером с кулак и бросил его в тележку. «Где вы его взяли?» — повторил он. «Сами построили!» — гордо заявила Эпплблум, уронив еще один камень в тележку. «И надо сказать, сделать ее было легать как трудно», — добавила Сетибель, добавив еще один камень. Гарри ошарашенно таращился на троицу кобылочек, потеряв дар речи. «Вы сами построили вот эту махину?» — наконец недоверчиво переспросил он. «Ага!» — раздался хор, сопровождаемый стуком еще трех камней, падающих в тележку. «Нас на это ушла почти целая неделя после школы», — объяснил Сетибель, запихивая в тележку еще один камень. На то, чтобы загрузить бадью-требушей, используя лестницу и свои седельные сумки, ушел весь остаток дня. К концу Гарри уже приловчился хватать телекинезом и закидывать в тележку камня размером с копыта, но вымотался при этом так, что сам едва не валился с копыт. Затем они стали тянуть за веревку пращи, пока верхняя часть метательного рычага не оказалась у основания, а бадья не поднялась на самый верх. Короткая веревочная петля привязывала рычаг к раме-требуше. На конце пращи обнаружилась небольшая петля, которую накинули на крючок, торчащий из рычага. Теперь, оказавшись ближе, Гарри увидел, что веревка посредине была привязана за противоположные углы мешка. Они вчетвером протащили этот мешок по всей длине жалоба-требуше, пока веревки почти полностью не растянулись, и мешок не оказался на противоположной стороне от конца стрелы с крючком. Им потребовались усилия всех четверых, чтобы накатить на мешок небольшой валун и еще немного времени, чтобы вытащить край мешка из-под камня, образуя своеобразный тканевый гамак. — Хм, прямо как кожанка на рогатке, — подумал Гарри. Наконец Скутула подбежала к шплинту, что через веревку удерживал метательный рычаг. — Ладно же, ребят, готовы? Пегасенка схватила его зубами, но Гарри ухватила ее, прежде чем она смогла вытащить его из паза. — Нет, нет, нет! — закричал он. — Это же опасно! Затем более спокойным голосом добавил. — Давайте привяжем к шплинту веревку и вытащим его, когда будем на безопасном расстоянии. Даже если что-то пойдет не так, никто не пострадает, хорошо? Ворча о ненужных задержках, Эппл Блум убежала в клубный домик и вернулась со свернутой веревкой. Веревка была заметно длиннее, чем им было нужно, но это было неважно. Через несколько минут все четверо уже стояли в десяти метрах от машины. Гарри казалось, что они были все еще слишком близко к этой огромной шайтан-машине, но он так и не смог убедить кобылочек отойти подальше. — Готовы? — вновь объявила Скутылу. — А тогда понеслось. Пегасенка схватила веревку зубами и быстро попятилась. Веревка натянулась, а затем резко провисла, когда шплинт выскочил. Поначалу казалось, что рычаг, выпрямляя свое вертикальное положение, движется ужасно медленно. Но мешок быстро заскользил по своему желобу посреди рамы, а затем и вовсе поднял валун в воздух. Им осталось лишь наблюдать, как Каменюка просвистела над садом. — Ура! Заработало! — крикнула Скутылу. — Круть! — завопила Эппл Блум. — Да! — воскликнул Сити Бэль, радостно махая передней правой ногой. — О, боже мой! — пробормотал Гарри. — Это сработало. И оно нас не убило. Три же ребенки благополучно проигнорировали его слова и тут же завертели с юлой, жадно рассматривая свои бедра. Понячьи перья! Разочарованно протянул Скутылу, не обнаружив кьюти-марки. А мгновение спустя они услышали грохот. Испуганно переглянувшись, кобылочки рванули на звук так быстро, как только могли. Гарри же поковылял вслед за ними настолько быстро, насколько осмеливался. Добежав до места назначения, Гарри обнаружил, что валун пролетел примерно 60 метров, прежде чем врезался в дерево и сломал его пополам, при этом выворотив корни из земли. — Э, упс, — сказала Скутылу. — Вот же кунские перья! И Джей точно меня прибьёт! Миткоискатели принялись пинать и толкать валун обратно к осадной машине, но они не преодолели и третье расстояние, как услышали топот копыт. — Ух, святая слезти! «Кажется, мне сейчас будет куча неприятностей!» — пробормотала Эппл Блум, уныло качая головой. Из-за деревьев выскочила несущаяся на полном ходу Эппл Джек. Рядом с ней мчался Биг Мак. Однако, увидев трех кобылок и Гарри, они затормозили. Гарри тяжело вздохнул. Он прекрасно знал сценарий и финал этой истории. В конечном итоге во всем обвинят его и запретят видеться с Эппл Блум, что будет означать потерю и двух других подруг. Что ж, пусть и на короткое время, но это было весело. С другой стороны, они спасли ему жизнь. А несколько раз, когда он сам признавался, что сделал что-то не так, еще тогда в Литл Уингинге, его наказания оказывались не столь суровыми, по крайней мере, в школе. Эппл Джек и Биг Мак остановились и по очереди осмотрели четверку, валун, и сломанное дерево. «Какого тартара тут случилось-я?» Эппл Джек строго уставилась на Эппл Блум. Она уже и так подозревала, что именно меткоискатели несут ответственность за этот беспредел. Вопрос только в том, каким образом. «Ну...» — начала была Эппл Блум. «Э-э-э...» — подала голос Свити Белль. Скутал уже попыталась принять невинный вид, как будто она понятия не имела, о чем говорила Эппл Джек. «Это я виноват», — внезапно сказал Гарри. Пять голов синхронно повернулись в его сторону. На их лицах были написаны выражения разной степени недоверия и удивления. «Когда девочки показали мне сделанное имя Требюше, мне не терпелось посмотреть, как он работает», — продолжил он. Эппл Джек посмотрел на Биг Мака и повторил, видимо, незнакомое ей слово. «Требюше?» Он так круто выглядел. Мы загрузили бадью камнями, а затем положили в него этот валун. Мне бы следовало сказать что-нибудь о том, в какую сторону надо целиться, но я слишком торопился, чтобы посмотреть, как он работает, поэтому ничего и не сказал. Что было откровенным враньем? Он вообще не обращал внимания на то, куда была направлена эта дурацкая штука, поскольку, собственно, и не ожидал, что она сработает. Но если это избавить девочек от каких-либо неприятностей, то оно того стоило. Эппл Джек посмотрел на него и грустно покачала головой. «Ух, Гарри!» «Нечем мне тут заливать!» «Разве Эппл Блум не грел те, что элемент честности?» «Я учусь запаха лжи быстрее, чем ты успеши произнести!» Гарри опустил голову. «Верно. Эппл Блум что-то об этом упомянула. Правда, он подумал, что это означает, что ее сестра плохо умеет врать, а не то, что она может вот так легко распознать ложь. Так, а теперь давайте-ка попробуем снова. Шо тут остряслось?» Десять минут спустя двое взрослых пони с отвисшими челюстями наблюдали, как повернуты в другую сторону требуше запустил валун на шестьдесят метров вдоль тропинки между фермой и вечнодиким лесом. После чего камень влетел в дерево, росшее на опушке леса, переломив пополам и его ствол. Впрочем, целились-то они как раз так, чтобы камень улетел над протоптанной тропой в лес. Эппл Джек посмотрел на осадную машину. «Накой леганный тартар вы это построили!» «Но...» — начала объяснять Эппл Блум. «Пару недели назад, делая домашку, мы как раз учили историю племени земных поней, в книге писали про всякие древние осадные машины, которые минотавры использовали против них. Она начала волноваться. Ей подумала, о, это мы еще не пробовали. Может, спробуем построить осадную машинку?» Ну, я почапывал в библиотеку и просил у Твайл Эдспаркл, есть ли у них какие-нибудь книги о том, как мастерят эти самые осадные машины. Она и сняла парочку с полок, а я скопировал один чертеж. Ну, то, что выглядел проще всего. Правда, там и считать оказалось сложно, но с Витебель справилась. «Ага», — сказал Светебель, углубляясь в историю. «В книге нашлись формулы, поэтому все, что мне нужно было сделать, это добавить вес, который мы хотели бросить. А затем, когда я закончила считать, то смогла узнать, какого размера должна быть каждая деталь. Я подумала, что взять средний вес пони будет в самый раз». Эпплджек уселась на землю и уставилась на требуше. Глядя на выражение ее мордочки, Гарри подумал, что она обязательно поговорит с Твайлой о том, какие книги-то не должна давать читать маленьким же ребятам, тем более меткоискательницам. Затем он повернулся и тоже стал разглядывать машину. На самом деле машина была настоящим произведением искусства. И три же ребенки построили ее всего за неделю. Это говорило о том, как много они работали и насколько сильно их захватил этот проект. На требуше даже были вырезаны их имена. Что ни говоря, Гарри был впечатлен. Он и представить себе не мог, чтобы кто-нибудь из его начальной школы сделал что-то подобное, даже если бы они всем классом трудились над таким проектом. Наконец Эпплджек медленно поднялась и посмотрела на четверку юных экспериментаторов. Лады. Вы мне впечатлили. Медленно сказала она. Лица кобылочей козырились яркими улыбками. Гарри же нахмурился. Он прекрасно знал, что есть большое «но» и «оно» вот-вот будет сказано. В таких случаях всегда было именно так. «Но!» Продолжила оранжевая земнопони. И ушки поняшек немедленно обвисли. Вы раздолбали одну из моих деревьев. И Суроп посмотрела на меткоискателей. В результате, остаток этого вечера и все время после школы следующего дня, они провели рубя сломанную яблони на более мелкие куски, аккурат размером стопку дровяной печи на кухне. Порубленные дрова жеребята оттаскивали в дом, чтобы те хорошенько просохли, прежде чем пойдут в растопку на следующий год. Биг Мак время от времени проверял их и подсказывал, что делать дальше. Неожиданно для себя жеребенки обнаружили, что сердцевина сбитого ими дерева была прогнившей. Позже, когда они поинтересовались об этом у Эпплджек, она признала, что последние два сезона урожай яблок с этого дерева был куда хуже, чем на других яблонях. В любом случае, она бы, наверное, и сама выкорчевала бы его через несколько лет. Меткоискатели лишь немного ускорили события. Довыми неделями позже, в субботу, когда жеребята наконец-то были освобождены от запрета на прогулки, они по настоянию Скуталу вновь собрались возле своей осадной машины. — Знаете, — предположил Скуталу, — готова поспорить, что из этой штуки я бы улетела дальше, чем вон-то яблоне. — Что? — удивленно посмотрел на нее Свити Белль. Эпплблум посмотрел на Скуталу, затем на Требуше, а затем снова на Пегасенку. Затем глаза малиново-гривы и земнопони широко распахнулись. — Только не Гриша ты хочешь! Гарри посмотрел на Скуталу и прикрыл глаза правой передней ногой. — Да, Эпплблум, она именно это и хочет! — сказал он, подходя к Скуталу. — Послушай, это слишком опасно. Мы не сможем контролировать, куда ты полетишь. Да ты же насмерть зашибешься, если с такой силой в дерево врежешься. Но этого не случится. Я же умею летать! Ну я знаю, что я умею! Гарри закрыл глаза. У него разболелась голова от упрямства и сумеренности этой... этой... А затем у мальчика возникла идея, и он улыбнулся. — Слушай, Сетибель, хотел кое-что спросить. Белодинарушка упростительно посмотрел на Гарри. — А поблизости отсюда нет никакого озера или пруда? — Есть, конечно. — Пневильское озеро. После задумчивой паузы она тоже улыбнулась. Группкий жеребят потребовалось почти два часа, чтобы дотащить свою машину к озеру. Просто проехать по тропинке не вышло, местами деревья росли слишком уж близко друг к другу, чтобы требуше могло пройти между ними. Поэтому им приходилось постоянно выискивать обходные пути. Тем не менее, довольно скоро они уже двигались по пологому склону к озеру. Гарри задумчиво посмотрел на озеро, затем на требуше. До озера было метров сорок, а отсюда озеро казалось в до раза длиннее футбольного поля. Идеально. Они точно не прилетят мимо водоема. — Давайте перекатим его в сторону вон того дерева, — предложил он. — Мы же не хотим перегородить тропинку. Как только машина оказалась на месте, а под колеса были поставлены упоры, чтобы она не укатилась, жеребята отпустили метательный рычаг вниз, вставили фиксирующий шплинт, а затем накинули конец прыщи с петлей на крючок на рычаге. К счастью, вчетвером это не заняло много времени. Пока две же ребенки принялись готовить к скутулу к полету, Гарри успел обвести веревку, привязанную к шплинту, вокруг ствола ближайшего дерева и вернуться к кобылочкам. Это была опасная затея, но он прекрасно знал, что у него не выйдет отговорить скутулу от нее. И потом она спасла ему жизнь. Настала его очередь отплатить и тем же. — Твой шлем нормально сидит? — спросил Светибель, туго затягивая магией ремешок. — Ага. — Двы суды с высидельной сумки, они тебе все равно не понадобятся, — сказала Эпел Блум, хватаясь зубами за фиксирующий ремень. — Твои крылья в порядке? Нигде не болит, не устала? — спросил Гарри, опустившись на колени и захлестнув веревку свободной петлей вокруг ноги скутулу. Рыжая же ребенка закатила глаза. — Они в порядке! — сказала она, расправив свои маленькие крылышки. Гарри с покойной рысью подбежал к желобу и устроился в матерчатой чаше, расправив ее под спиной и убедившись, что все его копыта плотно прижаты к телу. — Эй! — позвал его скутулу, заметившая, что он вытворяет, и двинулась в сторону красно-золотого же ребенка. — Что ты делаешь, Гарри? — Просто хочу убедиться, что это безопасно для вас, девочки! — отозвался он. Гарри увидел, как скутулу дернула свою левую заднюю ногу, когда веревка натянулась вокруг дерева. Нахмурившись, она сделала еще один шаг и дернула ногой сильнее, думая, что Эпел Блум ухватила ее за копыта. — Веревка натянулась еще больше! — Эй! — воскликнул Эпел Блум, заметив неладное. — Это еще что за веревка? Светибель тут же все поняла. — Стой, скутулу, стой! — закричала единорожка. Гарри наблюдал, как скутулу, вновь дернув ногой, повернулась и крикнула Эпел Блум. — Да пусти ты мою ногу! И тут он услышал негромкое поп, когда шплинт наконец-то выскочил. Тканевая чашка внезапно врезалась ему в спину, и он, проскользив лишь половину желоба, почувствовал, что взлетает в воздух. Мир вокруг полетел мимо него быстрее, чем на любой машине, в которую он когда-либо ехал. Вдобавок, совершив полукруг в петле прощи, Гарри обнаружил, что теперь летит кверху ногами. Сбоку, потом откуда-то снизу, а потом и вовсе из-за спины, он услышал три пронзительных вопля. — Гарри! В воздухе он совершенно потерял ориентацию. Небо стремительно менялось местами с землей и водой. Это забавно, — подумал Гарри. И внезапно понял, что все, что он видит, — это вода, неумолимо приближающаяся к нему. И только в этот момент ему на ум впервые пришла мысль о фатальном просчете, который он допустил в своем плане опробовать трибуше. Он не умел плавать. Приводнение выбило из мальчика весь воздух. Он яростно лупил по воде ногами, боясь, что вот-вот утонет. Но его голова все же оказалась на поверхности. И Гарри глубоко вздохнул, прежде чем снова погрузиться в воду. Водная гладь скрыла его, и он опять начал грести и пинаться изо всех сил. И что примечательно, Гарри вернулся на поверхность и остался там. Жеребенок плыл по собачьи или, правильнее было сказать, по понячьи. Гарри не имел ни малейшего представления, куда гребет, но, по крайней мере, не тонул. До тех пор, пока скутал и чуть не врезалась в него. Она рассекала воду, вцепившись в доску размером чуть больше, чем она сама. Ее крылья бились, словно у калибри. — Ты в порядке? — воскликнул Пегасенка. После того, как волна, поднятая доской и прокатившаяся над его головой, схлынула, Гарри, продолжая отчаянно грести и стараясь не потерять ее из виды, ответил «Только не прибей меня совсем!» Скуталу не стала этого делать. Вместо этого она отдала ему доску, чтобы Гарри мог держаться на плаву, а сама обвела ноги вокруг его тела и, используя крылья, стала толкать их обоих к берегу. Теперь, когда он знал, что это их не убьет, Трибуше стал идеальным трамплином для прыжков в воду. Каждый прыгнул по очереди, и, конечно же, Скуталу улетела дальше всех. Гарри оставался на мелководье, не заходя туда, где доставал дна копытами, до тех пор, пока не почувствовал уверенность, что сможет в случае необходимости переплыть озеро, не утонув. К тому времени было уже далеко за середину утра, и к озеру начали подходить другие жеребята, которые хотели немного поплавать. И, конечно же, они тут же захотели опробовать метателя пони, как назвал машину один из новоприбывших. Нетерпеливая очередь быстро увеличивалась за счет все прибывающих и прибывающих групп жеребчиков и кобылочек, а те земнопони и единороги, кто стоял в конце очереди, активно помогали тянуть вниз метательный рычаг в ожидании собственного, словно у пегасов, полета. Быстро появились и разные состязания. На число трюков, выполненных в полете, на изачество входа в воду, а также на самый большой всплеск. Громкие счастливые крики, доносящиеся из окрестностей озера Банивиль, Теперь, когда крикуны оказывались выше холма, разделявшего город и озеро, нечем было препятствовать распространению звука, быстро привлекли внимание взрослых, которые заинтересовались, что это там такого творит эта малышня, что они аж визжат от счастья. Но он не предназначен для взрослых, объясняла Светибель первым из взрослых, пожелавших попробовать. Я рассчитывал на вес кобылки или жеребенка, вы можете не долететь до озера. Я попробую первым, сказал жеребец Пегас. Если у меня и не выйдет, то я смогу просто улететь. К счастью, жеребец не упал слишком рано. Конечно, до той дистанции, на которую метатель забрасывал жеребят, он не дотянул, но мелководье миновал точно. Радостно вопящие взрослые привлекли к озеру уже весь город. К сожалению, взрослые тут же модифицировали пони-кидалку, как вновь переименовали Требюше, так что теперь обязательно должен был присутствовать пони-взрослый, чтобы разблокировать рычаг для использования. Но опять же, по всей видимости, это было бы не таким уж большим препятствием, судя по радостным визгам, исходящим из Требюша, когда он сметал еще одну взрослую земную кобылу с желоба и швырял ее через озеро со скоростью под 150 км в час. А ведь это было намного быстрее, чем когда-либо передвигался любой не пегас, даже самый быстрый из эквестрийских поездов не развивал больше 70 км. В итоге встала другая проблема. Взрослые просто не оставляли свободного времени, чтобы пони-кидалку могли использовать все желающие жеребята. Чтобы избежать смещения Требюша, меткоискатели с посильной помощью других жеребят и кобылок выровняли часть холма, сняли колеса и закрепили раму на земле короткими колями. Требюша теперь стал станционарным приспособлением для увеселения на берегу озера. Вполне подходящий конец, подумал Гарри, для чего-то предназначенного для разрушения. Почти каждое утро было невероятным. Гарри никогда раньше не жил с кем-то в одной комнате. Просыпаться в комнате, освещенной утренним солнцем, было, конечно, непривычно. Но иногда случалось, когда он оставался у миссис Фигг, та позволяла ему спать на настоящей кровати, которая была мягче и удобнее, чем его койка в чулане. Пусть и ненамного, а кроме того, что она не заставляла Гарри готовить ей завтрак, обед или ужин. А в остальном? Да в голове не укладывается. Слушать тихий храп соседей, может, есть какое-то заклинание, которое могло бы его заглушить. Не то, чтобы этот звук был настоящей проблемой. Гарри было просто нелюбопытно. Лежа в такой мягкой кровати, что могла с тем же успехом быть облаком. Шевелит ногами под одеялом, ведь у него больше не было рук. Наблюдая, как тени играют на потолке и стенах, и при этом просто лежать. Гарри нравилось ничего не делать, и знать, что он не будет за это наказан. Утро Гарри обычно начинал с медитации. Однако, в конце концов, его мочевой пузырь сообщал мальчику в тележеребенка, что все-таки нужно вставать. Расположенно на втором этаже ванной оказалось очень просторной. Намного больше, чем Гарри ожидал. Ванна и душ были большие, но по логике они и должны были быть такими, ведь рассчитаны-то они на тех, кто почти все время ходит на четырех конечностях, а не на прямоходящих двуногих. Туалет... Знакомство с этим чудом понячьей сантехники стало для Гарри просто незабываемым опытом. Понять, что туалет оказался бы совершенно неудобным для двуногого человека, которым Гарри, впрочем, уже не был. Благо, что он никогда не спешил с этим делом. Первое время же ребенок не использовал ванну или душ, потому что боялся разозлить Твайлэд, если разбудит ее, а она не сможет немедленно воспользоваться туалетом. Позже он стал вежливо пропускать вперед хозяйку дома, в котором проживал. Гарри всегда спускался по лестнице как можно тише. Нелегкий подвиг, когда у тебя на ногах настоящие твердые костяные копыта. И как бы осторожно он не опускал ногу, легкий цокот, казавшийся Гарри в утренней тишине едва ли неоглушительным, все равно был слышен. Тем не менее, мальчику обычно удавалось добраться до первого этажа, не разбудив остальных. Гарри всегда начинал день с чтения и уроков. Он пытался найти самую простую из книг по выбранной им теме и левитировал ее вниз. Точнее, использовал свой телекинез, чтобы хотя бы сдвинуть книгу с полки, достаточно далеко вперед, чтобы она упала. В первый раз, сделав так, он получил удар по голове, заодно обнаружив, что копытами ужасно неудобно ловить предметы. На заметку. Со вздохом пробормдал Гарри, тогда потирая лоб. Не стоять под предметами, которые пытаешься левитировать. Затем он шел к столу для чтения и устраивался поудобнее. Именно там Твайлайт и Спайк находили его, когда спускались по лестнице. После завтрака и душа, в будние дни, Гарри отправлялся в школу, а на выходных гулять с меткоискателями. Вечера он проводил за чтением книг по общеизвестным темам, которые знает каждый же ребенок. Истории, литературе, географии и обо всем, что надо знать о принцессах и дворянах Контерлота. Будучи родом из человеческого мира, Гарри находил эти книги увлекательными и интересными. Они с жуткой скукой, на что жаловались другие же ребята. А уж когда после очередного, чересчур удачного приключения с меткоискателями, его заставляли сидеть дома в библиотеке, ну, Гарри это казалось чем угодно, но уж точно не наказанием.